Субтитры создавал DimaTorzok Начнем этот урок с разбора 20-го аета Суры Ан-Наба И горы будут приведены в движение и станут подобны миражу. Дабы не повторяться, скажем, что этот ает точно в точно совпадает в своем Ирабе в грамматическом разборе с предыдущим аетом . Таким образом, грамматический разбор всех шести слов этого аета точно такой же, как разбор шести слов предыдущего аета, без всякой разницы. Так Ираб Харфуау здесь такой же, как разбор там. Глагола Суират такой же, как у глагола Футиат. Имени Аль-Джибал такой же, как у Асама и так далее. Слово в слово, более топ, разбор предложений этих тоже схожий, поэтому не будем терять время и перейдем к разбору следующего аета. А кто хочет, пусть обратится к разбору предыдущего аета. Следующий ает это Инна это Харфу Таукидин в Анасбин, это частица подтверждения, усиления, которые ставят Исм в состояние Анасб и естественно Хабр в состояние Арав. Как говорят дальше, Название Ада, как имя. А во второй это Женский род Итак, Джагнам это Исму Инна, это имя, которое, частица Инна, после ее добавления, поставила в состояние Анасб в винительной падеже. Мансубан поставлен в состояние Анасб. У Алямата Анасб и признак состояния Анасб в этом имени это Аль-Фатхата Ал-Захирату Аля Ахири, явная Фатха на конце этого имени, то есть над буквой Мим, Джагнам. Канат это глагол, мы подробно разобрали в предыдущем аете, и все же скажем. Канат это Фиалин Мадун Накус, это недостаточный глагол, то есть нуждающийся в хабаре, глагол прощающего времени. Здесь не будем повторяться, просто оставим как есть, потому что мы долго об этом говорили. Мабнив Аля Фатха с неизменяемым окончанием, с Фатха на конце. Вот тау, а что касается буквы та на конце этого глагола, то это Алямута Танис, признак женского рода. Этот харф признак женского рода. Харф Мабнив Аля Сукони, этот харф с неизменяемым окончанием, с постоянным суконом на конце. Васмуха, то есть Васму Кана, а Исм глагола Кана, то есть имя, которое он ставит в состоянии Араф это То есть это скрытое, подразумеваемое в нем в допустимой форме местомения. Которое подразумевается местомением Ги, которое возвращается к слову Джаханнам. Раз мы упомянули Исм глагола Кана, мы должны упомянуть и его хабар. В хабраха и хабарам, то есть именем, которое этот глагол поставил в состоянии Анасб, является слова Мирсада. Мансуб Анбиха, то есть это имя поставлено этим глаголом в состоянии Анасб. Признак в состоянии Анасб в этом глаголе является Аль-фатхата з-захирату аля ахирихи, явная фатха над его окончанием. Дальше, Ва-кана, ма-асмиха, ва-хабариха, глагол Кана вместе со своим Исмом и хабаром, все это является джумлятин фиалит, глагольное предложение. Фимахалли Рафи, на месте падежа Араф, является хабаром для частицы Инна. То есть Инна и есть тот аймен, тот фактор, который поставил это предложение на месте падежа Араф. Дальше мы говорим, что частица Инна вместе со своим Исмом, то есть словом Джаханнамой, а также со своим хабаром, то есть глагольным предложением Миканет Мирсада, все это джумлятин сметун, именное предложение. Потому что в основе, изначально, до добавления частиц Инна, это было именное предложение, состоящее из моптада и хабара, то есть из подлежащего и сказуемого. Значит, таким оно и осталось, так как Харф не влияет на это. Значит, это джумлятин сметун, именное предложение, истинафиятун, то есть возобновляемое, или скажем, новое, можно сказать, и иптидаиятун, то есть начальное предложение. А такое предложение, как мы уже несколько раз упоминали, не имеет места в падеже, так как на него ничего не воздействует, он не имеет воздействующих факторов. Поэтому мы и говорим, «Ла махалалха минал-и'раб». АлхамдулЛЛАХ РАБИЛАЛАМИН ЛОДЦАЛХ РАББИЛАМИН Продолжение следует...